Здравствуйте, друзья! В Сектывкаре родственникам погибших освободителей подарили ордена и медали. Ну, горевали вдовы, судя по довольному выражению лица, минут, может, 7 или 8. А потом на гробовые макияж, парикмахер, косметолог, шоппинг и автосалон, в котором ждет уже новая белая лада. Жена отправила мужа на войну, чтобы закрыть долг по ипотеке в полтора миллиона рублей. Алсу – жена военнослужащего. Ее муж Тимур заключил контракт с Министерством обороны год назад. Решение супруга не стало неожиданностью для женщины. Я приняла решение спокойно. Жилье приобрели в ипотеку. Прошлой весной долг был почти полтора миллиона рублей. Закрыли мы, получаете, ипотеку, закрыли кредит. Если не мы, а кто еще? Пока война не закончилась, надо еще раз быстренько замуж выйти. Закрою автокредит. Краснодарский край. В летное училище набирают уже не только африканцев, но и девочек. Мы лентаем на данном типе воздушного судна уже не первый год, и мандража уже никакого нет. Все уже привычно. Первый полет, да, я помню. Это было даже на этом аэродроме. Была такая легкость и необычное ощущение внутри. Ну, почувствовала себя словно птицей. Я с детства мечтала стать военной, и когда узнала, что в Краснодарское летное училище открыли набор девушек, то сразу же решил туда поступать. Елизавета, а где сейчас мальчики, которых выпустило училище? Что-то случилось? Детям освободителей. Подари путевки в лагерь. Грязные туалеты. Порванные матрасы. Сломанные кровати. Все как мы любим. Суперсолнечный. Это наш туалет. Он засидит вот так вот. Сейчас мы покажем, где мы спим. Это исписанные стены в лагере. Все причем. Проще говоря, какой подвиг, такой и лагерь. Депутат Госдумы спрашивает у главы Роскосмоса. Американцы все-таки были на Луне. Голливуд, не Голливуд. Ну и под вопрос относительно посещения американцами Луны. Были, не были, Голливуд, не Голливуд. У меня есть только один факт. Я интересовался этим делом. В свое время они передали нам часть лунного грунта, который астронавты доставили во время этой экспедиции. По экспертизе нашей Академии наук, лунный грунт оказался именно лунным. Вот это ответ на вопрос. Завтра американский конгрессмен спросит у гендиректора НАСА. Че там Гагарин в космосе был? Мосфильм, не Мосфильм? А директор НАСА скажет, да не знаю, нам же кусочек его парашюта не передавали. Житель Белгорода спрашивает Путина, как дальше жить. Вот прилетела бомба, нет подъезда. Прилетела другая, там нескольких домов. Прилетела точка у минус пять в центре города, домов, как сдуло ветром. Одни говорят, что это нормальное явление, война идет. Товарищи, война идет на нашей территории. Вот дроны летают по сельской месте, как хотят. Поэтому все эти рассказы красивые, которые открываешь в Конституции, что у нас суверенте есть, что у нас безопасность. Это теория. Бокая теория. На практике же, как говорят, идет страшная война. Когда начинались все эти операции, то нам никто не говорил, что город Белгород будет обстреливаться. Он превращен фактически в мишенное поле, где стреляют всеми видами вооружения. И все это ловит граждане простые, у которых нет никакой защиты. Владимир Владимирович начинал от имени народа. Но что-то про безопасность города Белгорода, как-то вопрос этот не решен. В реальности для простого народа. Поэтому народ, кто может, у кого есть здоровые деньги, они производят самоэвакуацию. Война вовсе уже идет в городе Белгород и области. Вот этому свидетельству каждый день сводки. Они почти как военные. Потери, потери, потери. Что делать? Извечный вопрос всех времен и всех народов. Что делать? Вот товарищ. Синее-желтое полотно на свою крышу повесил. И его дом целый. Это прифронтовой Курск. Люди посещают ярмарку. Подвою сирен. Звенят сирены, а доблестная администрация Курской области пытается все возможное собрать на Курской ярмарке людей. Вторая армия мира. На мотоциклах. Эвакуируют. То, что осталось после мясного штурма. В пакетах. Подальше за гаражи. Подальше. Туда вон. Там гараж есть. Гараж? Туда вон, подальше. Своих не бросили. Своих на мотоцикле вывезли за гаражи. А вы знаете, что самый лучший подарок – это книга. Вот такая. И вот такая. И вот такая. И еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча «Гордон Шоп». А еще там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку. И еще много-много чего. Благодаря вам, покупателям фирменного магазина моего мерча «Гордон Шоп», я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин «Гордон Шоп». Помогаем фронту. Привет. Обман Торисиянин. Город Тольятти. Вот у нас тут элитные дома. Кирпичные. Все хорошо. Тут кирпичные дома. Вот дорожка. Идешь такой. Тут немножко щебенки. Это нормально. Дальше земля. Ну, сейчас лето, как бы нормально. Осенью. Ну, осенью. Немножко запачкаешься. Но... Потом можно перейти на скрипную деревянную дорожку. обтереть, так сказать, ботиночки свои. И направиться дальше. Взять микрозайм и в пятерочку. За песком. путинским шестерочкам на инвалидных колясках. В принципе, большего и не надо. 24-й год. Год семьи. Детская площадка. Наши дети вот играют здесь и видят. А что же они здесь видят? Вот такой вот беспредел. Месяца полтора ничего не вывозится. В городе стоит жара за 25 градусов. Вот посмотрите, пожалуйста, что здесь происходит. Вот так вот наши дети берут с нас пример. Что же с них потом будет? Губернатор, не стыдно? Глава города, не стыдно? Смотрите на этот пи***ц. Смотрите. Вот да что довели страну. Ебаный пи***ц. Смотрите, вонище стоит неимоверное. И это... Россия начинается здесь. Это город Псков. Север-запад России. Рядом с Прибалтикой. И такое не только в этом дворе. Ну вот у нас так. Потерпеть просто чуть-чуть надо. Мусор не вывозят, потому что все заняты. Обсуждает, стоит ли Байдена менять на Камилу Харрис после поражения на дебатах. Вот такая машинка стоит, которая, видимо, какой-то акции разыгрывается магазином Костка. Очень популярный у мигрантов магазин в США. О чем это говорит? Да, вот стоит новая абсолютно машина. Я думаю, не дешевая. там, где люди постоянно с тележками ездят, да, и как бы могут также поцарапать. Говорит, это только о загнивании Соединенных Штатов Америки. Просто ничего другое мне на ум не приходит. Вот. Абсолютное загнивание и такое нищенское существование людей. Ну, в общем, вы меня поняли. Да, мы тебя поняли. Жалко вас, конечно, загнивающих американцев. Но ничего не поделаешь. Сами виноваты. Не надо было вводить эти санкции.